Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Medical Fitness Psychology и я его ведущий Кравцев Сергей. Дорогие друзья, сегодня мне поступил такой вопрос, очень длинное письмо. Я обычно отказываюсь отвечать на такие вопросы, длинные, развернутые в комментариях, то есть когда вы описываете свой уникальный случай, то есть как выглядят такие тексты. Вы мне обычно пишите и говорите, у меня муж с рыжим цветом волос, с такой-то акцентуацией или с такими-то поступками. В 98-м году мы с ним провели лето, после этого были такие события. Проходят, в общем, я скроллю, 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 и комментарии, длинные рассказы всей вашей жизни. И я очень уважаю эти случаи, и я сделаю отдельный выпуск, когда я буду читать эти ваши комментарии, так как вы решили публично их написать, и, соответственно, дам видеоответ, ну, индивидуальный на эту тему. Но все же, если вы хотите, чтобы я 100% ответил и вам помог, вот непосредственно вам, не просто прокомментировал нарцисс там в этих ситуациях ваших описанных, муж или не нарцисс, или, ну, все равно это будет приблизительно, да, чтобы я вам как-то помог, это, конечно, индивидуальная консультация онлайн. И я всем пишу индивидуальную консультацию онлайн. Но в данном случае мне написала мама ребенка, подростка, мальчика, и она очень обеспокоена его состоянием, и она, соответственно, как сказать, переживает, и у нее там сложная материальная ситуация, поэтому она разрешила мне снять вот такой выпуск, да, естественно, никого я озвучивать не буду, кого как зовут, или страницы и так далее, просто озвучив саму ситуацию. Она переживает, потому что считает, что у нее сын подростка, гомосексуальные наклонности, что он сильно похож на девушку, там, и так далее, одевается как-то даже женственно, ну, и, в общем-то, она переживает за него. И она, ну, спрашивает, почему так происходит, ей интересно. То есть, как вести себя в этой ситуации, конечно, это очень индивидуальный вопрос. На него действительно можно ответить только, опросив человека, только если говорить с человеком, а, возможно, еще и с сыном с ее говорить, да, общие какие-то консультации устраивать. Ну, как-то можно помочь этой семье, если там действительно какой-то вот у них, ну, она не может принять сына. По факту она, конечно, не может принять сына. Так вот, она спрашивает, ну, хотя бы ответить, почему такое происходит. Ну, вообще, почему мальчики там становятся похожими на девочек, да, почему они как-то переодеваются и всякие такие вещи делают. Дорогие друзья, понимаете, в чем дело? Это бывает нарушение восприятия пола, и это все-таки, ну, в современной российской психиатрии все-таки может. В некоторых случаях, там, моментов, там еще зависимости, есть там шизоинные расстройства разные и так далее, есть эти расстройства, нет, но чаще все-таки вот те, которые психиатров я знаю, они расценивают нарушение восприятия пола как патологию. То есть, если человек стремится стать именно женщиной окончательно, ну, не то, что окончательно, а вот, ну, переодевается, да, для этого делает разные вещи, ну, мужчина стремится стать женщиной, поняли, да? И, соответственно, если у нас человек имеет гомосексуальные просто наклонности, вот о чем переживает мама, это не является патологией, и, ну, как бы, современные психологи, психиатры, ну, те, кого я знаю, они не считают это патологией, я не считаю это патологией, но нет у нас таких данных считать вот это патологией, да, с точки зрения медицины, с точки зрения ваших моральных, этических ценностей, религиозных. Безусловно, это другой разговор. Мы об этом можем говорить часами там и рассуждать на эту тему, но с точки зрения медицины, современной не считается гомосексуализм ни мужской, ни женской патологией вообще. Вот. И почему считается идут нарушения пола? Я вам расскажу такую одну теорию, которую я однажды прочитал, она мне очень понравилась. Считается, что когда определенный тип, вообще, млекопитающих начинает, да, развиваться очень сильно, развиваться в плане того, что они достигают определенного пика популяции, да, когда их очень много, немножечко принимается животными сдержать, сдержать вот эту вот плодовитость, да, вот этот вот разгон в наборе, соответственно, этих животных, так как ресурс для этих животных ограничен, это может плохо закончиться для вида. Вот считается, что есть такой генетический механизм. Опять же, это очень условно. Все взято там, по-разному объясняется наличие, развитие этого генетического механизма, но он типа есть. И вроде как часть этого механизма – это рождение гомосексуальных особей, которые, соответственно, будут переориентированы на свой вид и не будут обладать репродуктивной функцией, в силу того, что они переориентированы в качестве, ну, то есть партнеров выбирают своего пола, да, людей, хотел сказать, ну, и людей тоже, в том числе, млекопитающих. Вот. В чем суть? Суть в том, что вот здесь нарушение пола, оно как раз и тоже и гомосексуальность, оно вот этим объясняется, еще одной теорией. Но нарушение восприятия пола также объясняется тем, что смотрите, какая ситуация сейчас у нас в мире происходит. Очень сильно сработала защита прав женщин в Америке. Для никого не секрет, что в России есть ряд должностей, причем таких ответственных должностей, и, как очень часто, да, принято у нас на некоторые должности, берут на работу только женщины. Вот как мужчин берут только женщин на какую-то работу, так и женщин берут только на какую-то работу. И точно так же, как мужчин, ну, там, может быть, где-то в силовые ведомства стараются набирать больше мужчин, так и женщин, если это, вот я знаю, случаи с ресторанами, с фитнес-клубами и так далее, там преимущественно берут, стараются убирать на руководящей должности женщин. И есть огромные, вот, допустим, я знал, там, те же вот из моей жизни, да, все больницы, все какие-то гос-вот, такие вот учреждения, очень часто мы можем видеть чиновниц таких, да, женщин-эпилептоидок, как правило, которые руководят, и берут они на работу женщин. Обратите внимание, очень много женщин-чиновниц у нас. Я не говорю, что это плохо. Это тенденция. Задумайтесь об этом. Подумайте просто об этом. И это тенденция, что у нас есть женщины-руководители, их много, и, ну, это нехорошо, неплохо, есть вот такие моменты, такая движуха в обществе. В России это просто связано с тем, что женщины считают более ответственными. Это вот менеджер среднего именно звена, то есть руководитель среднего звена. Считается, что женщины-руководители среднего звена более качественные. Соответственно, в Штатах считается, что женщину нужно защищать ее права и так далее. Опять же, это нехорошо, неплохо, просто вот, ну, есть, есть же там защита женщин, прав женщин, да? И есть такой момент у нас еще в обществе, что мужчина должен обеспечивать женщину, и женщина должна получать много вот такого, ну как бы не сама завоевывать ресурс, а путем того, что мужчина ее обеспечивает этим ресурсом. И теперь смотрите, множество механизмов в обществе, которые обеспечивают женщину ресурсом, когда она должна мало работать и прочее, стало быть, занимать социальную роль женщины выгодно. И такие психотипы, как истерики, и даже там бывают и шизоиды, они в силу вот этого, не выдерживая вот это социальное давление, им тяжело самим зарабатывать и искать с обществом какие-то взаимосвязи для заработка и так далее. И им проще просто принять другую социальную роль, то есть роль женщины. То есть мужчине проще стать женщиной и получать, стремиться получать ресурс от других мужчин, допустим, и получать еще защиту от других женщин, чем нежели, соответственно, ну как бы примкнуть к клану женщин, если можно так сказать, чем, соответственно, вступить, ну как мы все мужчины между собой конкурируем, да еще и там женщинам условно должны помогать, ну своей женщине я же должен помогать. Вот, поэтому, соответственно, как бы вот эту социальную роль многие не приемлют, она для них тяжелая, и они ее стремятся поменять. И вот есть такое мнение на этот счет, почему такие вот проблемки у нас появляются, да, или может быть не проблемки. Как вы считаете, хорошо это, плохо, или это нормальное социальное явление, да, для современного общества? Пишите в комментариях. Дорогие друзья, с вами был Medical Fitness Psychology. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я жду вас на своих консультациях онлайн, а также в своем инстаграме. Да пребудет с вами здоровье! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok